Сегодня исполняется 7 лет, когда был исторический референдум о возвращении Крыма на родину, в родную гавань. Я всех поздравляю с этой славной датой, благодарю крымчан и всех наших российских граждан, которые продолжают лучшие героические и славные политические традиции нашей державы. У меня отец сражался за отчизну, долго дрался за Одессу, бился под Севастополем, был там тяжело ранен, но после пяти операций выжил. Он всегда говорил, что Крым и Севастополь – это наша гордость, почему там нет еще одного памятника. Там есть памятники славной советской эпохи нашим воинам, Нахимову, Екатерине. И мы сейчас подготовили новую памятник, памятник Потемкину, который основал, отвоевал, защитил и обустроил Крым и Севастополь. Поэтому для всей страны в этом году это будет большой подарок. Одновременно завтра исполняется 30 лет со дня одного из самых гениальных событий в истории нашей страны и человечества – референдума о сохранении и приумножении славы великой советской державы. Тогда 185 миллионов граждан СССР имели право прийти на референдум и высказать свою волю – волю жить в едином советском социалистическом государстве. Великий народ, который основал тысячелетнюю державу, откликнулся на этот призыв. И в соответствии с законом пришли и 113 миллионов проголосовали за сохранение и социалистического курса, и нашей державы за то, чтобы она развивалась на основе идей дружбы, сплоченности и справедливости. 76% советских граждан подтвердили свою волю. В рамках Российской Федерации, только Свердловской области, Свердловск, где большинство не проголосовало, эта ельцинская вотчина, по сути дела, уже разлагалась той пятой колонной, которая и сегодня там отстроила Ельцин-центр, этот гнайдик и гадюшник, который уродует нашу историю и портит новые поколения. Я считаю, что то голосование было историческим, и оно должно было быть обязательно реализовано. Через 4 дня Верховный Совет принял специальное решение и обязал все исполнительные органы строго придерживаться воли граждан, ибо на референдуме воля граждан является высшим законом и должна быть исполнена. И тем не менее, пятая колонна во главе с Горбачевым, Якульевым, Шевернадзе, Ельцином и их американизированными приспешниками, будь то Попов, Станкевич или Бурбулес, Гайдар, продолжали разрушительную политику. Я тогда курировал Москву, и когда услышал, как Ельцин призывал раздербанить страну на 7 регионов, а Попов вторил ему, зачем на 7 регионов, давайте ее разделим на 50 кусков, я был потрясен тому цинизму, той наглости, тем мерзостям, которые творила тогда эта публика. Для них воля граждан – ничего. Для них желание усадить свою задницу в руководящее кресло было превыше всего. Предать и продать страну американизированным ЦРУшникам и их пятой колонне была главной задачей. Когда я увидел выступление Ельцина в Конгрессе США, когда 15 раз подпрыгивали американцы, аплодируя измене и предательству нашей великой державы, я был не только ошеломлен, а поражен. Откуда берутся на нашей славной героической земле такие выродки? Наша фракция и партия с первого дня выступали за строгое соблюдение этого закона воли народа. И мы через пять лет три фракции Компартии России, народовластью возглавлял Рыжков Николай Иванович и аграрии возглавлял Харитонов Николай Михайлович, договорились вынести на заседание Думы этот вопрос. И 15 марта 1996 года денонсировали это преступное соглашение, признав его абсолютные законы, потребовав, чтобы страна и граждане строго следовали воле граждан СССР по выполнению решений референдума. Вечером на всех телеканалах они просто раскалились, стали желто-красные от ненависти к нашему решению. Я позвонил своим товарищам и говорю, ждите больших неприятностей, должны быть все отмобилизованы. Ну, 16 числа этой ночью звонит мне командир, который захватил вместе с вооруженными силами здание Думы, по сути дела оккупировали, и сказал, делайте, что хотите, у нас приказ захватить вашу Думу, и, похоже, будет введено чрезвычайное положение. Ситуация обернется большей бедой, чем в 1993 году. Это пахнет большой гражданской войной. Мне пришлось ночью искать первых руководителей, договариваться, убеждать их, что это не просто преступные решения, это объявление войны, и мы с этим решением категорически не согласимся. Тогда, когда Ельцин приглашил первых лиц, то они запросили у него 8 часов времени для подсчета, что нужно для введения военного и чрезвычайного положения. Для того, чтобы ввести в Москве, надо было минимум 100 тысяч человек. Даже с вооруженными силами, с охраной этого не насчитывалось. Я объяснил силовикам, что такое чрезвычайщина. Это значит, вы должны будете делать грязную и кровавую работу. Второй указ гласил интернировать 400 человек, начиная с нас. И третий – о росписке Государственной Думы и введении чрезвычайного положения по всей стране. Никаких условий для этого введения не было, потому что, когда они посмотрели опрос настроений, только Ярославль, похоже, мог поддержать эти безобразия. Вся остальная провинция вокруг Москвы поддерживала наше решение. И любое введение чрезвычайного положения, за этим последовало перекрытие трассы дорог в сторону Москвы, здесь бы они тонули в собственном навозе. Поэтому большие генералы и мэр Лужков заявили, что этого делать нельзя. Это закончится большой войной. Ельцин порвал три указа, вырвался и после этого войска вывели из Думы. Вот так отреагировали предатели, мерзавцы, воры и жулики на нашу общую волю в Государственной Думе о денонсации Беловежских соглашений. Эта преступная политика, проводимая Ельцинами и ему подобными, была перечеркнута. Закон, который приняла тогда Дума и решение, остается и на сегодня в силе. Мы продолжаем линию за собирание всех земель и нашего возрождения великого русского мира, который раскалывают на Украине, пытаются на бордаж взять братскую Белоруссию, пытаются поджечь новые войны на Кавказе и Средней Азии. Лишь возрождая нашу историческую дружбу, великую русскую культуру, русский дух, советские славные традиции, можно выбраться из системного кризиса. Мы продемонстрировали за эти годы волю к мирному решению всех проблем. Мы спасли страну после дефолта, когда убедили Примакова, Маслякова и Герасченко сформировать правительство народного доверия и вместе с ними оттягивали страну от края пропасти. Мы провели тогда импичмент Ельцину. Огромные папки документов лежат в Думе, где доказаны все их преступления. И еще это ждет полноценного народного и юридического суда. Мы все сделали после того, как Путин заявил о том, что у российского государства есть свой ареал обитания, что русская культура и язык должны быть поддержаны. Мы эту линию поддерживали и продолжаем поддерживать. Внесли тогда закон о русском языке, о дне русского языка в день рождения Пушкина. Мы уже 10 лет отмечаем этот праздник. Мы в ответ на его указы подготовили 10 конкретных шагов достойной жизни, 12 законов. И сейчас провели три очень важных слушания. О регулировании цен на товары первой необходимости. Они, к сожалению, продолжают расти. Только в январе выросли на 8%, а по овощам, по сладостям на 17%. Если бы наш закон приняли, то безобразия не было. Мы все делаем для того, чтобы сформировать бюджет развития. Недавно здесь в зале академик Кашин предложил эту программу. А Мельников, Афонин, Новиков, Смолин предложили закон о развитии народного образования и гарантию каждому человеку. В ближайшее время проведем еще один важнейший форум. Завтра будет всесоюзный форум за СССР. За сильную, справедливую, социалистическую родину. В этом форуме будут участвовать 250 пунктов, которые расположены на территории СССР и все 85 субъектов Российской Федерации. Мы вместе по линии Союза Компартии подготовили эту общую программу и уверены, она будет реализовываться. Ибо воля народов, высказанная в марте 91-го года, жить в единой социалистической Советской Родине, для нас священна. Мы ее будем последовательно и умело выполнять. Поздравляем вас, славные годы Фины! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова